И снова всем привет, дорогие друзья, с вами NoFix И Шимора А мы продолжаем играть в Ark Survival Evolved на хардкор сервере, дорогие друзья И сегодня будем с вами заниматься расстройкой нашей базы Улучшением, расстройкой, в общем, всякими делами, которые нам нужно сделать для того, чтобы наша база развивалась и жила Посмотрите, Артём уже застраивает всё бегемотами Решили мы всё-таки оградиться, ребята, бегемотами Потому что мало ли какие бомжи захотят проникнуть на нашу с вами территорию Вот таким образом, например, да? Здесь уже шипы Меня больше всего запарило, что на нас нападают всё время вдруг хищники Заходим только, блин Да-да-да-да Нас уже какой-нибудь Рекс грызёт или ещё что-то Постоянно кто-то что-то дрючит, ребята, и это неприятная ситуация Также мы немножечко шипов, ребята, оградим, как говорится, нашу базу водопадик Я возьму совсем чуть-чуть, потому что нам нужны ещё шипы для того, чтобы как раз дырки в бегемотах заделывать Бегемоты бывают дырявыми, как говорится, поэтому нужны Вот здесь, например, есть дырочка, да? Но здесь, конечно, никто не просочится, но, тем не менее, заглянуть может посмотреть, что за херня происходит То есть это довольно интересно И вот здесь штука, и вот здесь вот тоже могут пройти лазутчики Поэтому вот в этот угол я тоже сейчас запиндюрю шипы Если вдруг лазутчик-ниндзя решит с грэплинг-хуками пролезть И тем более после того, как ввели, ребята, обновление грэплинг-хук Из-под водопада к нам могут прийти ребята Тоже Ну это больше если, как бы, просто бомжей Так-то к нам и сверху могут залететь Не, ну понятно, мы просто с тобой больше цветов расставим, и все будет легче Как бы, конечно, у нас нет такого, что нас тут рейдят игроки Потому что игроков на сервере, в принципе, не так много Но, тем не менее, как бы, знаешь, обезопасить лишний раз свою жопу Было бы... Вон птица как раз напала Было бы великолепно Вели-ко-лепно Вот так вот Какая птица? Где? Ах ты птица Стой, 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 стой Что ты хочешь? Усыпить ее, чтобы здесь притомить? Давай Давай, действуй Давай, давай, пару выстрелов, братан Я чувствую ее Я чувствую ее, братан О, господи, какая-то картина разворачивается на ваших глазах, дорогие друзья Я хочу посмотреть на это сверху Я хочу посмотреть на это сверху, друзья Сука! Что? Она умерла? Или ты умер? Она умерла Эй, я только, блин, позицию занял Посмотреть на это сверху, ёпта Вон, смотри Вон, как она застряла, блин, в воротах Где-где-где труп? Ага А, вижу Ё-э-эй, нихера ты ее размашил Прямо об воротах, братан Жесть какая-то, дичь Ой-ой-ой, ребята Посмотрите, труп птицы на ваших глазах Застревает просто, ёптить, в воротах И ты ничего с этим сделать не можешь Надо вызвать чистильщика Так, а почему я не смог забраться-то наверх-то на самый? Ладно, все, опускаюсь. Лучше опуститься, чем... Чем, сука, умереть. Да? Это, кстати, очень опасная штука на хардкоре, ребята, Грэплинг Хук. Я думаю, многие были убиены уже. После обновления. Да, ибо... Прикалывались. Да, ибо нехер, как говорится, ребята... Юзать эту дичь, потому что она реально-реально опасная. Я вам скажу. Это мы точно знаем. Так, вот здесь мы оставляем проход. Здесь мы оставляем проход, поэтому аккуратненько шипики вот так вот проделываем. И, в принципе, все. К нам, в принципе, из-под водопада никто залезть не может. Хотя здесь есть... Лазейка! Но мы о ней никому не скажем, она будет чисто для нас. У нас есть тоннель под шипами, слышишь, секретный. Никому о нем не рассказывайте, друзья. Вот. Так. Здесь у нас бомжатня стоит, соответственно, с ребятами, которые являются акушерами. То есть, аверапторы. Вот они здесь, ребята. Они здесь специально живут. Видите, на них горят яички? Это означает, что они сейчас акушерствуют. Акушерствуют вот над этими динозаврами. То есть, должны были падать яйца, но выпало говно. Не знаю, как это случилось. Вообще, они занимались как раз акушерством именно этих животных. Ты, Артем, продолжаешь, да? Уже там выстраиваешь бегемоты, я смотрю. База выросла просто на глазах, ребята. Посмотрите. Давайте проверим, есть ли дырочка вось в базе после того, как были поставлены бегемоты. Вот здесь одна дырочка, я вижу, была заделана жестко с двух сторон. Просто, чтобы никто не мог проникнуть. Вот здесь у нас ничего такого не видно. И, в принципе, да, в принципе, хватит. Что-то даже бегемотов, мне кажется, много поставили. Да, нормально. Все, больше не нужны же шипы? Нет, все. Хотя вот сюда можно запиндюрить. А вдруг какой-нибудь лазучик с грэплинг-хуком проберется? Я хотел бы, чтобы он наткнулся на шипы, знаешь. Во, идеально. Сейчас я тебе покажу, как у меня здесь шипы пытались пристроиться. Ща, ща, ща. Вот это вообще месиво из стали просто, сука. Такая, знаете, ребята, ловушка дикая. What the fuck? Не, здесь уже точно никто не пролезет. Только если, конечно, ножку вот эту срубят. Что-то там свистишь. Что, посвистеть нельзя? Не понял, блин. Что ты, блин, свистишь, блин? Ты знаешь, что эта примета плохая? Нормальная примета. Фи-увидь, фи-увидь, фи-увидь. Что ты их вывел вообще? Примета, блин, верить, блин. Что ты их вывел-то, я не понял. Хочу и вывел, блин. Ты что их вывел-то, блин? Слышь, ты? А, блин, я промазался, сука. Притянуть хотел. Хочу и вывел. Так. Так, 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 а давай-ка проверим. Иди сюда. Кое-что. Нет. Не, слышь, чё, блин, обезьяну оставь, ёпта. Обезьяна не для этого. Он вообще-то охранник. Давай, ребятам, покажем, наверное, вот этого нашего, соответственно, террор-бёрда. Как он выглядит с седлом. Да, кстати. Ну, во-первых, он ходит как жёсткое быдло. То есть, это такое быдло-быдло-динозавр, ребята. То есть, вы можете обратить внимание. Качаем балом. Слышь, ман, кончай им... Ой, кончай, кончай. Неправильно выразился так. Слышь, ман, качай им балом, качай им балом, слышь, ман. Вот. Вот это да. Всем по головам, всем по головам, ман. Надо подкачаться, надо подкачаться, ман. Вот такой вот у нас качёвый. Бегает он. Обычно двигается он. Обычно, когда прыгает, пытается своими недокрыльями взлететь, сука. Но у него ничего не получается. Но, видимо, эволюционировал в итоге-то в птицу, на самом деле. Но я не понимаю, что это за шутка, сука, природы. Зачем такому огромному быдлу, быдло-динозавру, как говорится, иметь такие маленькие... Он может парить в воздухе! Где? Пробил, зажимаешь, и он летит. Где? А ну-ка. Смотри, иди сюда. Я прыгаю, и смотри. Интересно. Слушай, ты там, крыши где-нибудь, слышишь? А ну-ка, иди сюда. Подожди-ка, сейчас. Дай, я тебе на крыше. Давай, давай, давай. Эти недокрылья работают, ёпта, братан. Недокрылья, блин. Эти недокрылья, они работают. Давай вначале отсюда. Ну давай, ты готов? Да. парил сидеть лол прикольно это просто дичь а я думал это очередной дебильный динозавр но нет братан это теперь мой самый любимый динозавр представляешь прыгать до представляешь как его не да если ему скорость вкачать в бега ты можешь догонять своего противника и так вот он еще и кусать может пока летит ты представляешь прикольно ребята это очень крутой динозавр всем советую террораптор я даже не знаю как вот их использовать даже вот с горы прыгать да я считаю если бы у нас была база на замке например да вот замок на скале точнее а было бы классно на таком на патруль выходить потом звать пацанов пацаны бы забирали вылетали на птицах собирали бы их домой и короче знаешь такие десантники это это блин круто крутой дина ребята крутой я не я недооценил как собачка а правой кнопкой мыши ничего не работает короче понятно все с ним друзья сейчас мы будем дальше заниматься улучшением нашей базы для того чтобы улучшить нашу базу нам нужно провести естественно ребята источники освещения для нашей теплицы кстати вот что происходит с нашей теплицы и вот здесь вот буду ставить где ну за зданием здесь ну сейчас посмотрим сейчас а сейчас я просто покажу как выглядит вот так вот выглядит ребята уже готовый засеянный то есть точнее уже готовый урожай вот мы можем собирать уже картошечку картофанчик здесь готов здесь у нас еще ничего не готова видите здесь в стадии цветения как говорится да далее здесь у нас кой еще собрал по моему ну ладно здесь у нас кукуруза ребята или просто цветок пропал то очень странно когда я нажал е а здесь у нас кукуруза выросла так вот выглядит кукуруза здесь у нас естественно саженцы моркови которую можно тоже уже с грядок пособирать нужно просто пройти пособирать новые семена засадите все будет хорошо ну вот так вот выглядят у нас наркотики кстати они очень странно выглядят вот именно эти эти наркотики я не понимаю это какой-то плод и из него мы достаем ягоды или что где наркотики именно они знаешь как такие старые старые сука лимонные такие пожахлые все в морщинах выглядят нет они выглядят как яйца но не динозавра ёпта ладно а то что вот это растет ладно понятно все с этим а здесь мы выращиваем наркотики кстати наркотиков выращивается большое количество то есть вы можете обратить внимание 100 200 300 наркотических ягод просто ребята с куста это просто но на самом деле это реально огромное количество что можно поворачивать как мне кажется дальше яйцами у нас здесь все светится этот стоит и давай наверное приступим уже с тобой а где че которая у нас находится здесь где-то генератор кстати положил хочу это у нас пивас не варится что ли должен вариться пиво не варится слюш я просто там уже было собрал как и знал так и знал смотрите сам звезданул пиво ребята не делится никогда артем не пивом не наркотой так где ты что-то там говорил я буду ставить за зданием и начал без меня ты понимаешь пока я занимался важными процессами мыслительными так я тогда шипы я возьму что получается застроить вроде вроде норм вот здесь не хватает подъема вот здесь вот не очень удобно вот сюда да ребята генератор нужно обязательно защищать потому что генератор на это такая тема которой в принципе генератор всегда важны и я считаю что генератор реально должен быть всегда под защитой потому что если вырубить генератор можно вырубить системы защиты которые могут находиться внутри базы такие как турели еще турели до освещение это не система защиты но тем не менее освещение тоже очень важно если идет ночной рейд например на твою базу да кто-то какой-то противник решит например ночью зарейдить вас пока вы спите например как это любим делать мы или наши враги да все любят рейдить ночью на самом деле какого хера здесь делает дикая пачу которая нам не пока я это ставил эти она туда забежал иди ко мне по нему ты пока ставил а почему вот я а я к ней прицепил трос да и сам могу к ней присосаться она ко мне не тянется хотя нет мы на дистанции слышишь подождите-ка ребята давайте протестим эту дичь ну-ка 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 отведем назад отведем назад жизнь какая она не тянется у ю ю меня бесконечный трос из-за нее а а нет вот-вот упёрлись а теперь я такой к ней не уйдешь динозавр грязный ходанч кстати прикольная тема блин мне мне все больше и больше нравится грэплинг хук то есть представляешь ты выслеживаешь какое-то животное она от тебя не убежит например обезьянка хотя смысла в этом нет давай биться давай биться ёпта ай-яй-яй больно кингу подкинулся кингу подкинулся ой-ёй-ёй-ёй ай-яй-яй-яй бедный пачу там все подкинулись даже голимые слышишь самые быстрые динозавры в арке и бегают они так растопырив ноги короче смешные абсолютная дичь динозавр голимый я считаю что а если ему и делать такую скорость то должна была быть и управляемость у него маневренности нихера нет так чё там у тебя ну я почти закончил да ладно почти закончил а ты чё вырубил шипы стик под секретным проходом что ли над придется новые поставить а с какого это ты их решил ну так пришлось а причина на вон фонарики поставь сейчас сейчас поставлю на а причина этому ну я не мог там иначе пройти нормально это очень странно ибо я же смог ведь так где фонарики особенно где где фонарики здесь на воздушном шарике а в этом факторке на фабрикаторе факторка маленькая самом низу у нас еще здесь пулеметик ребята который только что скрафтился да но я то подхватил сразу это мы уже подготовили так значит источники освещения я хотел бы провести внутри а внутри соответственно нашей с вами фермы обязательно освещению должны поддаться такие важные важные элементы нашего строительства как наркотики а чё это у нас здесь этот чё чё это у нас здесь бронда решил зайти сука блин в теплицу слышишь у нас бронда зашел в теплицу и не охереть какой а охереть какой бронда сейчас я отгоню его были на не дает нормально ребята жизни блин елки матрелочник так отходим на назад отходи сука жирная вот вроде бы база большая территория получается да у нас а толку на от этого все равно все тесно бронда большой все-таки за него всегда будет тесно до бронда бронда жирная машина ребята его вообще наверное проще держать вне базы вне территории потому что он бесит он реально огромный он занимает столько места и такого нет нет может его убьем вообще нахер он нам нужен ну сена сам будешь собирать и все остальное а сена будет макака собирать с тобой раз ты такой дерзкий кстати и на эту надо поставить макаку обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи то чудо ли мы здесь делают за веревку дернул и нечаянно пернула а голим и я туда его отогнал чё обезьяна чи-чи-чи продавала кирпичи за веревку дернула и нечаянно пернула чё не слышал что ли такого это совковые совковые приколюха ладно ладно давайте ребята соединять а где у тебя соединитель то надо их скрафтить подожди а чё они готовы были мы же вроде профессионально подготовили да не я их мало карте точнее 2 но я вижу vertical electrol кабель и ну вот только его один там один у меня и он вертикальный ну да а нахера нам вертикальный кабель ну мне нужен был один вот чтоб из генератора вывести из генератора ты выжил да а ты куда вывел из генератора прямо на базу к нам или как просто на вы из генератора вон внутри дома увидишь если на кухне пойдешь подожди-ка тебя горизонталь а вижу да вижу только ты и внутри дома не можешь поставить еще один зачем он же расстояние большая но он не запитал у нас или он запитал холодильник но только холодильник а нам нужно запитать лампы сейчас мы снаружи это проведем лампы то остались не запитаны тут мистер олень ребята также продолжает стоять в зимних рогах скоро уже зима кончится он сука здесь все продолжает стоять мистер олень так значит я еще по шипам не поработал по мне еще были да давайте сейчас доделаю это уже от отсмотрю территорию что можно здесь запендюрить изнутри надо делать что и что нужно делать изнутри сейчас но я кабель провожу и вот здесь охереть система защиты слышишь ты здесь шипы закрывал дырочку да и не закрыл я спокойно пролазью между шипами и дверью еще одна лазейка ребята вы видите сколько да вообще вот так вот по идее мест вот так вот кажется на первый взгляд все защищено а нихера ничего не защищено все нужно праве вот здесь вот например кажется маленькая такая нет ну здесь точно не пролезть это надо быть эмилем ладно кто знает тот знает не будем это коменте так вот здесь есть дырочка как идет дальше здесь здесь тоже хорошо куда ты проводишь через через дом или как ты лежал увижу красивенько аккуратненько снаружи 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 что-то я не вижу как ты его проводишь но а вижу теперь во ребята смотрите-ка идет идет реально кабель так что еще не защищать а сам водопад остается незащищенным понимаешь на него то могут тоже заграплинг хутица по идее то есть все это ребята важные дырки вот вот теперь получше стало блин у нас такая база стала как военная сука территория такая жесткая знаешь прям опасный маленький милый домик изначально нет если посмотреть весь этот сезон с первой части да то реально вот с чего мы начинали как это все приносили эти ресурсы как там фарм или то фарм или это строили вот это все выстраивали это прям а знаешь отдельное такое приключение 60 плюс серии друзья это просто жесть ты представляешь да я думаю пулемет поставим на это начать на теплиц они хреново на теплицу чтобы он сразу же упал оттуда от одного выстрела надо бы сделать чтобы по-другому здесь можно как в пейды и простраивать слышь сделать типа теплица повесить артефакты и там системы сигнализации ловушки поставить что-нибудь такое жалко варки нет знаешь как майнкрафте вот я думал об этом а типа ты берешь кнопку подключаешь какому-нибудь какой-нибудь двери да так же это же можно сделать можно либо чтобы она активировалась по какой-то там наступив на плиту либо там еще что то вот это было бы прикольно еще наступив на плиту там или активировать чтобы можно было простраивать ловушки для тех воров которые пробираются в дом то есть тогда бы игроки могли реально спать спокойно понимаешь потому что можно было столько бы ловушек много представляешь ты забираешься в дом наступаешь на плиту ну на обычный пол и если это не член трайба например да он проваливается и внизу шипы и там огромная яма охеренно же и он вздыхает а ты такой утром приходишь или когда там в игру за кой заходишь смотришь на опять бомжей опта провалились лутаешь них лут если конечно он останется либо бы ждешь до этого ну в принципе понятно что ты поймешь что они восстанавливаешь ловушки и спокойненько играешь дальше сейчас арк а имеет много минусов связанных с тем что разработчики как будто бы насильно заставляют игроков сидеть в этой игре потому что если ты перестанешь играть на очень населенном сервере пройдет день-два может быть тебя не зарейдят там но потом люди прочухают что база то пустует в ней есть ресурсы а бомж который ей владеет соответственно не появляется на этой базе правильно и все и все да и ваша игра дорогие друзья начинает быть законченной с того момента когда вы перестаете заходить в игру и так первый источник освещения очка есть первая лампочка есть и света света кстати довольно достаточно даже чтобы все осветить вот так подумать или ой так она всю теплицу смотри-ка освещает почти все а знаешь очень круто смотрится то есть а когда освещена теплица и знаешь она круто смотрится изнутри снаружи она как-то не так светит или мне так кажется хотя нет да изнутри как кажется ярче теплица она как будто немножко затонирована знаешь зеленым по ощущениям да есть то есть изнутри ты не видишь что происходит снаружи это минус большой кстати заметил да то есть ты реально не видишь что происходит снаружи изнутри подрубил с двумя еще ярче ну-ка как с внутренней стороны с внутренней стороны вообще никакого освещения знаешь не чувствуется реально дичь какая-то а внутри кажется так светло вообще жесть ребята посмотрите реально дневное освещение то есть как будто сейчас не ночь на дворе а реально слушай это очень круто это создается эффект слышишь из-за гринхауса потому что в обычном посвящен помещение лампа которая но таким образом работает да она так не работает она его освещает хорошо но не так а здесь кажется реально как будто ты под при свете дня ребята обратите внимание это очень круто сейчас еще два тем дальний неделю вам нужно хочу дерево нет у нас там до хрена ресурсов есть вот и соответственно было бы классно если бы разработчики наводили всякой всякой такой дичи сейчас у нас конечно мы уже много-много чего сделали вот трайп большой который нашли соответственно зарейдили кстати никто так и не появлялся больше соответственно скорее всего это все что было у них либо они просто может ушли на другой сервер об этом забыли вот и это очень интересный момент то что нас в принципе больше никто не осаждает мы никого больше не обнаружили интересно я сейчас пытаюсь понять одну нелогичную вещь под нашим естественно мегалосярусом лежит огромный сука кусок говна который больше размера его жопы по крайней мере на немножко до кого пытаясь обнаружить дырочку откуда это говно вывалилась но прикол кармана не зайди в теплицу когда просто прямо смотришь что вот все бело так прямо а чуть-чуть камеру вниз вот так опуская что стекла становятся прозрачными то есть там о господи нас рейдит в пол такой херак где ты бомж у ю ю это так свет слышишь внутри решает ребята посмотрите на эффект от освещения внутри а если мы допустим сделаем по углам только освещение да вот таким образом нужно ли здесь 4 лампы поставим какой-нибудь вот там 111 например всем зачем ну тогда их можно будет включать выключать так они же так включается выключаются не в смысле с помощью пульта а с помощью пульта пин-код все однерки сейчас кропчу так давай еще шушуть сет пин-код сет пин-код так они днем все равно выра вырастают насколько я понимаю там даже освещение не нужно но блин реально ты находишься как будто днем в этой теплице на улице кромешная тьма ребята обратите внимание прям кромешная а теплица вообще как будто на улице тьмы и нет здесь здесь кстати уютно вот так вот такую теплицу можно даже не ради выращивания сделать а просто там где основное место житья например бомжей правильно при свете дня я тут все было видно то есть спокойненько осветил себе под стеклышками и все ясно и что соточка здоровья это не тот вариант который хотелось бы видеть но тем не менее чем пульт получилось сделать да я сделал могу дать поставишь где-нибудь да мы его поставим давай вот в доме на балконе чтобы видно было доме на балконе на весну чтобы вот мы теплицу могли видеть вот например ну вот здесь кабель не доставит а хотя здесь вот здесь вот здесь и на углу дома да здесь достанет тварь тварь да работает реально это смазма смотрите ну так луто да ты спокойно так чё у нас там в теплице включаем свет чик и свет в теплице ребята горит офигительно офигительно ну что ж дорогие друзья чё турельку бы еще куда-нибудь запихнуть турельку я бы поставил блин вообще сделал бы вышку из нее помнишь мы как-то рейдили негодяев и подлецов когда нас наняли убить бомжей на сервере да а вот соответственно у нас было ребята хэдхантинг писали по поводу плохих негодяев на сервере на одном и соответственно мы им в их вздрючили ну так вот у них была база абсолютно военная а как бы там было очень сложно у них стояли вышки из турели я думаю мы сделаем вышку из турели но уже не на этой серии давай давай сделаем на следующий какой-нибудь вышки из турели простроим на базе накопим ресурсов как раз будет интересно мне кажется и тогда система обороны будет работать просто невероятно вот ну а вам друзья огромное спасибо за просмотр не забывайте поставить лайк ну а с вами был ноу фэкс и шимору и всем пока друзья до новых встреч всем пока ребята